Мария Березецкая коренная химчанка. Родилась здесь, здесь работает и здесь воспитывает своих детей. И вместе с детьми несколько лет с удовольствием участвовала в мастер-классах, организованных проектом «Химки. Интересно жить». Получила полезные навыки и ознакомилась с огромным количеством своих соседей. Общаясь с новыми друзьями, Мария, как и многие другие активисты проекта, поняла, что их объединяет не только стремление к активному досугу, но и готовность участвовать в делах микрорайона и города. Тогда и родились первые инициативы. Сначала их обсуждали в домовых чатах, затем на собраниях первичек «Единой России», а потом и в трудовых коллективах. Конкретный пример. Жители микрорайона Левобережный давно мечтали о быстром и простом способе добраться в Старые Химки. Зимой перебегали по льду канала имени Москвы, а летом вынуждены были объезжать его по МКАДу. А ведь Москва обещала возродить речной транспорт. И жители предложили идею продлить маршрут речного трамвайчика от Ховрина до Экоберега и парка имени Толстого. Власти инициативу поддержали. Вот-вот плавучий транспорт выйдет на воду. Речной трамвай не только существенно сократит время в пути, но и даст возможность совместить приятное с полезным – прогуляться вдоль канала имени Москвы. Курсировать будут два трамвая с 8 до 10 часов утра. Они проследуют по Малому кругу – Экоберег, Причал Химки, ЖК «Маяк». Еще одна задумка – благоустройство парка «Яблоневый сад». Когда-то он был признан лучшим среди схожих объектов во всей Московской области, но сейчас нуждается в обновлении. Года 4 назад жители создали ближе к Ленинградскому шоссе «Яблоневый сад». Посадили яблоневые деревья и все. Сейчас он пришел в допустение. Жители близлежащих домов на Ленинградской улице обратились. Нам с инициативой «давайте восстановим». И таких инициатив от жителей оказалось сотни гораздо больше, чем можно реализовать в течение одного года. Возник вопрос, какие из них самые важные, на что в первую очередь необходимо обратить внимание. Выход из положения тоже предложили активисты «Химки интересно жить». Надо разместить все инициативы на сайте проекта и дать возможность жителям голосовать за них. Было высказано порядка 1200 инициатив. Они все официально запротоколированы и сейчас размещаются на сайте голосования. Сайт «Хижонлайн» позволил сосредоточить все инициативы в одном месте. Здесь размещены все идеи и предложения. Любой желающий может отдать свой голос за тот или иной проект. Чтобы ознакомиться с инициативами, заходим на сайт и регистрируемся. Процедура займет не более двух минут. Здесь вы подробно можете ознакомиться с каждым предложением и отдать голос тому, которое кажется вам наиболее значимым. Выдвинуть свою инициативу можно не только на собрании партийной ячейки или трудовых коллективов. Жители Химок могут внести свои предложения с помощью домовых чатов или же напрямую через сайт «Хижонлайн». Количество голосов, отданных за ту или иную инициативу, влияет на ее продвижение. Чем больше голосов отдано за ваши предложения, тем быстрее оно реализуется и будет принято в работу. У сайта есть свои традиции. Вначале на нем голосовали за лучшие мастер-классы. В декабре прошлого года подвели итог конкурсу и вручили денежные призы. По предложению активистов награды решили оставить. По итогам голосования самых активных пользователей сайта поощрят.